10 человек погибли, еще столько же были госпитализированы. Серьезная автокатастрофа произошла на трассе Киев-Чоп. Пассажирский автобус на большой скорости врезался в фуру. Все подробности у Богдана Вербицкого. 126-й километр трассы Киев-Чоп. Очередной рейс пассажирского автобуса Киев-Ривна закончился трагедией. Микроавтобус Volkswagen на огромной скорости врезался в фуру. Водитель маршрутки Volkswagen влетел в нее, ображаясь таким бытовым языком, как в стоящую. Скорость Volkswagen, по субъективным оценкам, была, конечно, намного больше 100 км в час. Скорее, даже ближе к 150 км в час. Потому что мы видим, что передняя часть полностью ушла примерно метра на полтора. После столкновения с грузовиком пассажирский автобус остановился не сразу. По инерции его протащило еще 25 метров. Погибли 10 человек. Среди них 6-летний ребенок. Еще 10 пассажиров получили травмы. Их доставили в местные больницы. Близько 12-й часа до нас надошло протягом до 10,5 часа 4 пациента в тяжелом состоянии. Всем пациентам была надана первая медичная помощь. Один пациент находится на штучной вентиляции легенды. Он является крайне тяжелым. Двое пациентам выполнены маленькие хирургические оперативные втручания. Один пациент среднего ступня тяжелого состояния. По данным полицейских, в аварии пострадали двое детей. За их жизнь борются врачи. За нашей информацией, они в наиболее тяжелом состоянии. Детина 2007 и 2005 годов народа их доставляли сразу в реанимационное отделение детской областной лекарни. И на данный момент одному из детей проводят оперативное хирургическое втручание. В полиции сейчас устанавливают личности шести погибших и причину аварии. Отмечу, что авария довольно странная, потому что водитель маршрутки абсолютно не пытался избежать столкновения. Нет тормозного пути никакого. Заснуть может, чаще всего засыпает водитель легкового автомобиля, когда некому разбудить. Но когда у тебя едет полная маршрутка людей, там было порядка 19 пассажиров, явно кто-то должен был обратить внимание на высокую скорость. Вы видите, делянка дороги належна, она обладнана, она имеет равное покрытие. Мы склянемся до думки, что спрацювал людский фактор. Но в любом случае это необходимо устанавливать. Пока правоохранителям удалось установить перевозчика. Маршрутка принадлежала одной из риминских компаний. Также следователи выясняют, предназначен ли фольксваген для пассажирских перевозок. Ведь после столкновения сидений в автобусе оторвались. Богдан Вербицкий, Евгения Коваленко, Дмитрий Курченко. Подробности телеканал Интер, Житомирская область.